Микробиома. Мы то, что они едят. Хорошие бактерии те, которые живут в симбиозе с нами, питаются фруктами и овощами, зерновыми культурами и бобами. Тогда как дисбактериоз, плохие бактерии, которые могут способствовать заболеванию, питаются мясом, фастфудом, морепродуктами, молочными продуктами и яйцами. Западные диеты могут уничтожить нашу хорошую флору кишечника. Мы живем с триллионами симбионтов, хороших бактерий, живущих в симбиозе с нами. Мы помогаем им, они помогают нам. И, как показывает практика, месяц растительной диеты позволяет увеличить количество хороших парней и уменьшить плохих, так называемых петабианс, микробов, вызывающих болезнь. При исчезновении петабианс из кишечника можно ожидать снижения воспаления. В этой работе измеряли КАЛ на концентрацию липокалина-2, который является чувствительным биомаркером воспаления кишечника. И в течение месяца здорового питания он значительно снизился, что может говорить об улучшении микробного гомеостаза или баланса при строго вегетарианской диете, которая привела к уменьшению воспаления кишечника. А это перераспределение, в свою очередь, играет роль в улучшении метаболических и иммунных параметров всего организма. При диете, основанной на животных продуктах, возникает риск болезнетворных бактерий, например, байлофила в адворте, связанных с воспалительными заболеваниями кишечника, и Эй-пьютриденис, обнаруженные в нарывах и аппендиците, а также уменьшение популяции питающихся клетчаткой бактерий. При употреблении клетчатки происходит рост числа хороших бактерий, и мы получаем больше противовоспалительных, противораковых, краткоцепочечных жирных кислот. Когда вы едите меньше клетчатки, вы тем самым лишаете пищи эти бактерии, ведь они зависят от того, что мы едим. Ешьте много фитатов, и ваша кишечная флора станет хорошо расщеплять эти фитаты. Мы предположили, что это было только потому, что мы были естественными носителями для этих групп бактерий, которые могли делать это. Но получается, что наша диета может научить старые бактерии новым трюкам. Есть один тип волокна в морских водорослях нори, который наши кишечные бактерии не могут нормально расщеплять. А бактерии в океане, употребляющие эти водоросли, имеют особый фермент для этого. Когда было обнаружено, что такой фермент присутствует в кишечнике японцев, это было загадкой. Конечно, суши едят сырыми, и поэтому некоторые бактерии из морских водорослей могли попасть в их кишечник. Но как могли морские бактерии процветать в человеческом кишечнике? Этого и не нужно. Они перенесли фермент, питающийся нори, к нашим собственным кишечным бактериям. Следовательно, потребление пищи с бактериями из окружающей среды связано с наиболее вероятным механизмом, который послужил причиной появления фермента в микробах нашего собственного кишечника. Почти как обновление программного обеспечения. У нас есть то же оборудование, те же бактерии кишечника, но они просто обновили свое программное обеспечение, чтобы усваивать что-то новое. Однако оборудование может измениться. Правильнее тогда говорить, что путь к сердцу мужчины лежит через его кишечник и микробиоту, потому что речь идет о TMAO. Определенная флора кишечника может выделять корнитин из красного мяса и холин, сконцентрированный в молочных продуктах, морепродуктах и яйцах, и превращать их в токсичное соединение, которое может привести к увеличению риска сердечного приступа, инсульта и смерти. Это объясняет, почему те, кто потребляет большее количество растительных продуктов, имеют более низкие концентрации в крови этих веществ. Но они также производят меньше токсина, даже если вы дадите им стейк. Вы не увидите такой же ситуации, предлагая адаптивные ответки, кишечные микробиоты у всеядных. Ведь их микробиота сформировалась в соответствии с их пищевыми привычками. Это как если вы дадите людям цикломат, синтетический искусственный подсластитель. Большинство наших бактерий не будет знать, что с ним делать. Но если вы будете им кормить людей в течение 10 дней, то несколько видов бактерий научатся расщеплять этот новый синтетический химикат. И в конце концов, три четверти цикломата метаболизируются бактериями в другое соединение, называемое циклогексиламином. Но как только вы перестанете есть цикломат, эти бактерии умрут. К сожалению, циклогексиламин может быть токсичным, и поэтому был запрещен FDA в 1969 году, в то время как обычный колл-эйд явно полностью безопасен. Если вы даже и съели цикломат однажды, циклогексиламин не образуется, потому что вы не обучили и не вырастили подходящую микрофлору в кишечнике. Такая же картина и с TMAO. Тем, кто редко ест красное мясо или яйца или морепродукты, скорее всего, не стоит бояться токсинов, так как в их кишечнике нет популяции бактерий, производящих TMAO.